Мы не можем больше ждать, у нас нет времени. Каждый момент, который Инбар и прочие остаются в плену, это риск для их жизни. Авиаудары и наземное вторжение подвергают их жизни риску. Мы требуем от наших политиков сделать все, чтобы вернуть их домой сейчас, заплатив любую цену. Мы не могли предположить, что их взяли в заложники. Когда связь с ними прервалась, мы думали, что они заперлись в укрепленной комнате в доме, и у них нет связи. Через полтора дня израильскому офицеру удалось попасть в их дом, и когда он увидел, что дом пуст, мы поняли, что случилось страшно, их похитили и увезли в газу. С тех пор мы умоляем на всех возможных платформах, обращаемся к любому, кто имеет хоть какое-то влияние, помогите их вернуть. Они невинные люди, которые никому не сделали ничего плохого, не молодые люди, которые нуждаются в лекарствах. Я не могу даже представить, где их держат и что с ними делают. 7 октября мы живем, это невозможно, невозможно жить, когда не знаешь ничего, что случилось, и что там с нашими детьми, стариками, младенцами. Женщина, которая была беременна и должна была родить, ее забрали. Наша жизнь остановилась. Как всем, кто может повлиять на это, кто может достучаться до Катара, до Хамас, чтобы знать, что с нашими заложниками, что они хотят, что они требуют. Они взяли их заложники для чего-то, пусть предложат свои какие-то предложения, свои условия, потому что уже прошел месяц, и мы ничего просто не знаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok